Всем доброе утро, одна с пупсом. Мы встали сегодня пораньше, в 11, потому что я хочу попробовать сегодня лечь пораньше. Я вчера опять полночь просидела за вот этим вот занятием. Мне так нравится этот цвет, такой кайфушный. От Luxio Cheerful, кто будет спрашивать. Просто бомба, бомбита. Сонька отдыхает. Я уже позавтракала, у меня до сих пор болят ноги очень и очень. Поэтому на пол я садиться не буду. Тренировки у нас на этой неделе тоже больше не будет, потому что сегодня уже пятница, а у меня до сих пор все болит. А тренировки у нас на этой неделе тоже больше не будет, потому что сегодня уже пятница, а у меня до сих пор все болит. Сегодня мама к тому же приедет, завтра у меня тоже дела. общем когда у вас а мне пришла посылка я заказала по-моему там штаны спортивные посмотрим ой кирочка прости так очень таки длинные так носки что-то они очень длинные я думаю они гораздо короче вот такие вот носки от одидас не знаю захотелось таких носков у это костюм это костюм это точно нет вот это вот кофточка я думала просто штаны а штаны не длинные вроде нет сейчас померяю следующие штаны коричневые но такой цвет знаете типа ржавый такой грязный прикольный и они такие супер мой коротенький класс под меня коротышку и они таки видите очень широкие я брала по моему все размеры xs до 34 так окей и последние вот такой вот красивый цвет посмотрите как круто с моими ногтями ой не узко мне будет может быть и узко очень красивый цвет и такой такие они интересные найти как спортивные брюки сзади кармашек сейчас все померяю обожаю такие штаны ходила бы в них 24 на 7 принципе так и делаю итак первые штаны классные прикольные такие аладиновские немного но мне кажется надо на размер больше они будут прикольно смотреться с какими-то ботами ты с кедами тоже сейчас мне не подходящий вверх сверху мне кажется их надо еще больше потому что как-то маловато они выглядят честно говоря у них такую стилю варсайс очень приятный материал и цвет очень мне нравится чем я закажу сейчас на размер побольше не знаю я люблю такие штаны просто обожаю следующие штаны я так чуть-чуть приодела эти ботинки кому-то они кстати очень понравились кому-то не понравились не знаю мне очень нравится с ними или с вот этими коричневыми будет бомба я как-то так планирую классный такой цвет прикольный мне нравится и супер удобно я уже говорила для мамочек мне нравится такой вроде раз но тут ведь какие-то потертости в общем я очень люблю бомжа стайл это вот вам же самое все мне кто-то предлагал там одеться более женственнее например в цветочек ну вот это вообще не моё поэтому это не по адресу я люблю что-то такое очень люблю casual я люблю спортивное я конечно люблю тоже что-то женственное в том плане какие-то платьишки юбочки но это я люблю только когда у меня нормальный вес нормальная фигура сейчас как бы нет а такие вещи я люблю всегда и когда у меня хорошей фигурой когда она не очень на них удобно на мой взгляд стильно и да такой расслабленный европейский американский бомжи лук ну а эти уже идут обратно эти сидят не так как я люблю эти просто вот эти уже выглядят не стильно эти уже выглядят как обычные спортивные штаны причем ну как-то вообще вообще не так да я не знаю видите ли в эту разницу или нет я ее вижу те сидят как надо и видно что они у них такая форма оверсайз а эти видно что просто не сидят что они большие поэтому эти идут обратно коричневые оставляете первые я закажу на размер больше потому что они мне тоже очень понравились ну а тут лежит булочка и слушает баха да ßen все well vas все что кар전�айка булочка ага о так ну что вот такой вот у меня получился лучок лук лучок золотая луковица ты ко мне не пришел а я твоя лишь дурочка в общем вот эти вот шары вары откопала у себя кофту который на меня налезла и мои новые ботинки такой терракотовый лучок получился сонька тут тоже беже оранжевая едем за бабушкой да сонечка мы лосточку ну что ребятки встретили мы бабушку мы сейчас туалете мама пошла в обычный а мы смотрите в таком детском туалете огромный как раз можно здесь коляску поставить там это для мамы для ребенка ну ты пока в коляске можешь ходить тебе так смешно в этой шапочке сон да прости прости пойдем в h&m посмотрим есть что-нибудь из одежды и как мне как я подхожу под цвет этих стен идеально надо было лицами купить она из одни одного размера выросла соня слушает баха а мы тут мама севбук намазала креветочки вот это вкусно здравствуйте женщина чаек а что это за чай тебе очень разного цвета посмотрите сколько я накупила эти хлебцев они такие вкусные ты попробовал ну как так это не мне это маме вот такой шоколад я взяла ну может быть кусочек тоже возьму но с утра а зато набили холодильник мы четыре пакета закупились ой кстати молоко моя надо разморозить но завтра холодильник я положу ой кошмар не могу же смотреть на свой на свои волосы это просто это просто кошмар но завтра мои мучения закончится я надеюсь что все получится но может быть с первого раза не факт да вообще мастер хороший но может быть придется повторить не может быть а скорее всего я вот даже в том году помню я делала себе такой коричневый цвет и тоже мне приходилось вымывать вот этот и да шо ж такое секундочку девчонки у кого так же у кого так же завтра мои мучения закончатся я надеюсь что я останусь довольной блин ну короче ладно как есть завтра давайте вам покажу что я купила так это привезла мама пижамку розовую люди не теряют надежду и дарит мне розовые вещи какой ну это я не знаю что меня тогда накрыла их заказала почему беседы а кроме розовых нет цветов так куча раз но много не берите я вообще говорю короче взяла вот такие вот штанцы у меня такие уже есть просто размер меньше они мне очень нравились но взяла без бодика в тот раз я брала такие же бодики но бодики а ей вот здесь великоваты по телу нормально а здесь плечик спадает поэтому я взяла только штаны бодики взяла вот такой вот серый в полосочку черный мама была в шоке когда увидела черный бодик я не знаю мне кажется почему нет я же ношу черный почему ребенок не может носить черные кажется будет прикольно смотреться какой-то мне придет черный бант черные это и какие-нибудь белые штаны черно-белый такой мне кажется класс будет розовый годик в общем набрала бодики просто с длинными рукавами на постарше вот белый серый потому что эта вещь необходимая поняла что просто кофты мне вообще неудобно одеваешь берешь и на руки все задирается поправляешь она голову еще не дед на круче то так неудобно поэтому бодик и штаны идеально а сейчас уже зимой что-то сверху еще буду и вот такие два тоже классных бежевый с лисичками и а вот такой горчичный что ли вот набрала бодиков и надо хочу какой-то взять и не знаю на зиму у комбез ей брать с ручками ножками либо либо такой мешок теплый до который просто отдел то есть вместо комбеза мешок так он тоже закрывается водой сюда и такой и такая шапочка как бы но просто без ручка ножик не знаю подумаем а можете то и то ну посмотрим но кто тут не спит кто тут не спит так ребятки меня спрашивал кто-то посоветовать какие-то фильмы рассказать мой топ каких-то фильмов или сериалов в общем топ не расскажу вот просто сейчас об этом говорили вспомнила могу посоветовать а 3 которые мне сейчас вспомнились прикольненькие не там уж конечно их смотрели но вдруг нет значит первый это игра в имитацию актер там классный который вот этого играл шерлока холмса не знаю как его зовут вот игра в имитацию как ну понятно но да какая-то коневая тяжелая фамилия я просто в тот раз вам приезжал и показывал те пора алсове ну да вот там значит про действует происходит во вторую мировую как пара умных ребят математики там еще кто-то был разгадывали какой-то был кроссворд газете и те кто отгадали их выбрали в общем так в общем они должны были разгадывать разгадывать не разгадывать а как расшифровать они должны были машину enigma немецкую вот и в общем фильм об этом ну да я его не один раз смотрела так второй фильм что я вам хотела посоветовать это великолепный сериал нет второй фильм наваждение наваждение причем знаете мне это название ассоциируется сериалом наваждения когда-то очень любила смотреть русский сериал наваждение вот засмотрела до дыр но речь не о русском сериале американском фильме наваждение на английском называется unforgettable про больную любовь там играет одна из моих любимых актрис ну тоже я не знаю я не запоминаю имена этих актеров американских да и вообще у меня туго с именами у меня память хорошо работает зрительная я хорошо запоминаю лица но именно нет я даже вот когда знакомлюсь я могу пять раз переспросить и к следующим раз все равно забыть значит фильм on forgettable наваждение про больную любовь даже я бы сказал такую немножко с маниакальным уклоном женщине к мужчине вот они расстались и она не может его забыть и она его не может забыть и вот в общем он завел себя новую но у них общий ребенок ну короче прикольный фильм очень красивые съемки очень красивая актриса вот это которая у которой нездоровая любовь очень она там такая прикольная такая педантичная очень люблю педантичных людей это вообще не я но людей таких и люблю и да нашим классный фильм и третий фильм третий фильм что же я вам хотела третье посоветовать а как же он называется лучшее предложение лучшее предложение тоже классный актер ну такой же постарше преклонного возраста конечно же не помню как его здорово фильм о аукционер который в общем он он ввел аукционы да и вот как-то ему звонит одна женщина девушка и говорит что у нее в доме там надо прийти что куча всего интересного чтобы он оценил до родители мол погибли и вот и на ней это все осталось и она хочет чтобы именно он пришел и все оценил и очень прикольный фильм в итоге он приходит а ее нет на она не пришла на встречу второй раз то же самое третий раз что-то такое надо пересмотреть мне кстати тоже красиво очень снят фильм интересный сюжет и посмотрите не буду много об этом рассказывать просто посмотрите интересные фильмы а вот надеюсь те кто меня спрашивал совета эти фильмы не видели но если видели в следующий раз посоветую что-то другое на этом я буду заканчивать влог время уже час ночи мы ложимся спать не шмонтировать его завтра завтра день и я не знаю как мама будет весь день сони я и уже тут куча наставлений вот так вот здесь не клади вот здесь не вздумает но оставить значит молоко с холодильника сначала вот это возьми потом вот это взболтай чтобы не было на стеночках если что там проверь памперс если получается успокой вот так покачай вот так не качать вот так она успокоится куча наставлений 6 не каждый день я уже примерно знаю да не примерно я знаю что помогает что нет как там естественно я переживаю да вот потому что меня не будет ну реально весь день обычно я там если уходила часа на два внутри максимум а здесь я не знаю при майческой часов 5 пробуду а еще пока туда еду пока отъеду там на дню в общем подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм если не хотите пропустить мое преображение в плане фигуры и фитнеса это немножечко дольше а в плане внешности это буквально завтра короче все надо спать надо выспаться всем спасибо за просмотр до завтра а мы и и и и и и и